Т1Е6 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 Он уникален, но уникален он не своим орудием, ребят Он уникален не своей бронёй По орудию абсолютно ничего выдающегося нет Время перезарядки для второго уровня просто ужасное В практически 9 секунд Что касается разброса, тоже огромное Время сведения вроде бы хорошее Но зачем это время сведения при огромном разбросе Что касается заявленного ДПМ Тоже, ребят, не особо блещет Есть ребята, которые имеют более высокий ДПМ на уровне Что касается самого орудия То два снаряда по 50 единиц урона И вроде бы как бы что-то делать в бою можно Что касается углов склонения Они вам не нужны по одной простой причине Потому что здесь нет брони И вам нечем отыгрывать Ну вот посмотрите, зачем вам углы склонения С учетом того, что у вас башня Допустим 6 мм По броне и это по кругу полностью Вся туша имеет Есть типа кусочек бронированный И здесь самое жирное, что можно себе представить Это вот эти вот 35 мм С учетом приведенки В принципе, все Ну а если без приведенки То 15 мм брони Короче говоря, ничего интересного Ничего, ребят, веселого Но что касается сравнения с другими машинами То их на уровне, ребят, 14 И безусловно, по сравнению с некоторыми У него ДПМ выше Но по сравнению с другими некоторыми У него ДПМ гораздо ниже Что касается Альфы и всего остального Тоже есть кто-то круче Есть кто-то похуже Вы спросите, так в чем же уникальность данной машины Уникальность данной машины заключается в ее доходности Целых 200% доходности на уровне Это просто чума какая-то Если бы такую доходность, ребят, поставили Где-нибудь на уровне Эндек восьмом Я был бы, ну, крайне счастлив Обязательно хотел бы заиметь себе такую машинку в ангар Ну а пока будем катать в песке на втором уровне Куда, в принципе, мы с вами сейчас и отправимся Я, ребят, скажу вам так Я не то чтобы коллекционер Но люблю древние машины Люблю машины коллекционные Как я уже сказал Я снимаю видео обо всем Обо всех машинах И меня не сдерживают абсолютно никакие рамки Меня не сдерживают рамки погони за статистикой Меня не сдерживают рамки в погоне за средним уроном И у меня уж точно не будут сдерживать общепринятые рамки Которые были установлены какими-то именитыми ютюберами Что все, что ниже седьмого уровня Оно не достойно внимания И это хлам Нет, ребят, это не хлам Это одно из пространств В которых вы можете получать удовлетворение от игры И мне почему-то кажется Что это самое ценное Что можно от игры получать Ну и какой, в принципе, интерес Играть в игру Которая предназначена для того Чтобы расслабить вас Получить удовлетворение Превращая ее в какую-то платформу На которой вам приходится потеть Горбатиться Сидеть, нервничать Что вы за бой не накидали какого-то среднего урона Или, не дай бог, ваша статистика поползет По результатам данного боя вниз Короче говоря, ребят Я за фан Я за удовольствие Поэтому, если вы со мной солидарны Как я уже говорил Подписывайтесь на мой канал А я вас отблагодарю Все новыми и новыми видео Ну а возвращаемся к нашему герою Наш герой имеет, в принципе, стандартную подвижность Для своего второго уровня Что касается точности орудия Как я уже говорил Не отличается Время сведения Да, окей, хорошо Но, ребят Все-таки Далеко, как говорится Не фонтан Ждать целых 8,5 секунд Пока перезарядишься Удовольствия крайне малое И меня радует то, что Ребята, соперники Не пытаются сейчас Ко мне подъехать поближе Потому что сейчас бы я отхватил Мама, не горюй Пока перезаряжаюсь Так, ну что Попытаемся выцелить Ну вот, видите Раз на раз Не приходится Да, безусловно В предыдущие разы Было Более результативно Я действительно Попадал в соперников Вот этот Наглец-то какой Совсем Наглец выскочил Думал, что у него Все получится Как в ковбойских фильмах Но, к сожалению Не вышло Но, к сожалению Его, а не моему Я все-таки Пару тычек В него Смог дать Ну что Поехали Попытаемся Вот этого товарища Выковырять От него Все убежали Его бросили Ну и чем Не радость Заехать И Закинуть в него Вот так вот Весело Перезарядка Снарядов В магазине В самом Очень классная Очень комфортная Если бы все-таки Уменьшили Немножечко Время Ребятушки Перезарядки Целого магазина Ну тогда Было бы Совсем весело И интересно Ну ладно Хорош 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 Раскидывать Мне Блин Добейте его Кто-нибудь Спасибо вам Большое Поддержала Команда Уже Крайне Приятно Кини Не поеду я На кини Ну его С его Барабаном Вот этого Хочу Браться Забрать С собой Так Да Ребят Кстати Там кто В комментариях Сейчас После моего Второго выстрела Захочет написать По поводу того Что можно Перезаряжаться Нажатием На кнопку С То в принципе Не стоит Этого делать Мне порой Проще Нажать на выстрел Чем пальцем Пытаться Где-то там На клавиатуре Нащупать Особенно в тех Боях В которых Ну прям Все вакханально Быстро происходит Поэтому Ребят Спасибо За инфу Я в курсе Как перезаряжаться Просто У каждого Свои привычки И каждому Удобно по своему Так Ну что Поехали Поехали добирать Оставшихся Сомневаюсь Что у товарищей Хватит сил На то Чтобы захватить Базу Тем более Что захват Уже Сбили Где они там Блин Чеха Чеха Получай Так Очень хорошо Жаль Не доберу я Д2 Явно Быстрее Меня Успеют К нему Подъехать Ай 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 Как я в тушу Сейчас уперся Ну и понятное дело Что Су-76и Великолепная машинка На своем уровне Забирает Последнего Недобитого Ну что Смотрим Что у нас получилось По результатам Великолепного фарма Который напомню Составляет у нас Между прочим Целых 200% Доходности Итого Я сейчас рассчитываю Получить хотя бы Где-то косарей 150 серебром Вот это было бы Действительно жирно И тогда можно было бы Катать на этой машине Просто круглосуточно Нет ребят 53 875 И это ребят При том что я занял Первое место в команде По урону Нанес 1043 3 единицы Сделал Один фраг Получил знак Классности Первой степени Ребят Что тоже влияет На доходность Машины Ну что Мне кажется Что довольно таки Неплохо 53800 Здорово вам друзья И обязательно Спокойствия Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok